Здравствуйте! На библейский портал Экзогет поступил живой вопрос. Люблю похвастаться, почему это грех? Как человек гордый, который тоже любит так чуть-чуть похвастаться, я вас прекрасно понимаю, что радость, которая переполняется наше счастье, наше сердце, радость, которая переполняет наше сердце, порой изливается наружу, но может она излиться по-разному. Либо она может напитать и сделать радостными окружающих, либо она может наоборот их сделать несчастными. Поэтому Господь говорит, древо познается по плодам. Поэтому наша одна и та же фраза, сказанная, примерно с одинаковой интонацией, она может быть как хвастовством и грехом. И так может им и не быть, и быть наоборот источником радости. Если мы приходим к родителям и говорим, вот я добился в жизни такого-то достижения, и об этом рассказываете, родители, естественно, этому радуются, они никак этому не завидуют, здорово, мой ребенок это получил. Хвастовство это было? Ну, возможно, человек не лучшими страстями руководствовался, но плод у этого добрый. А раз добрый плод, соответственно, это не грех, родители укрепились вот этой радости, хорошо. Ты пришел и ту же самую фразу сказал своему другу, хотя знаешь, что у него совсем дела не клеятся. И он от этого очень унывает. И если это не сопровождалось тем, что нет, смотри, друг, у меня-то все получилось, я сейчас тебе помогу. То это тоже будет не хвастовством, а то, что ты берешь и человеку стараешься помочь, и просто даешь некоторый словесный старт. Если же это будут просто пустые слова, то ты человека уязвишь, и он, добавок, к своим несчастьям еще получит отягощение твоих слов, и значит, твой плод ядовитый и, соответственно, греховный. А если человек помнит, кто нам это хвастовство подсовывает? Конечно, сатана. У прекрасного ангела у него не было проблем с черевоугодием или там с блудными страстями. Единственное, что с небес Деницу в преисподнюю спустило, это была гордость. И вот хвастовство – это некоторое проявление гордости. Если мы будем неаккуратны, то мы радости, величия можем потерять. Потому что кто дал Денице быть предводителем ангельского воинства? Господь. Он этого не заслужил. Чего тут хвастовство? Что гордиться? Если мы что-то получаем и помним о том, что это дал нам Господь, пусть даже нам кажется, что Дани, это я сам добился, сам заработал, сам это сделал, не было какого-то старта в жизни, чтобы Господь, даже если дал навыки поменять свою жизнь, даже дал богатство, дал какую-то творческую искру, все это все равно даровал Господь. Чем тут хвастаться? Апостол Павел говорит, о чем я могу похвалиться? Ну, ни о чем я не могу похвалиться, только о старостях Господних. Вот я к ним сопричастен. Господь за нас пострадал. Вот этим можно похвалиться, потому что Он нам дал, Он за нас пострадал, и я к ним приобрещен. И еще, ну, апостол Павел, конечно, тоже в этом же отрывочке, когда он вспоминает о похвалении, можно сказать, о хвастостве старостями Господними, он говорит, я хвастаюсь не за себя, а за Христа. Поэтому хвастаться абсолютно без побочных эффектов можно будет только, когда мы попадем в Царствие Небесное. А пока мы на земле, то уже стараемся фильтровать. Фильтровать, чтобы наше хвастаство не заменило реальные дела, и чтобы наше хвастаство, даже которое основано на реальных делах и достижениях, никого не уязвило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова